Июнь богат на праздники и совсем недавно состоялся День работников лёгкой промышленности. А ещё наш президент Владимир Путин постановил, что в последнее воскресенье июня в России будет отмечаться День народных художественных промыслов. Все эти праздничные даты непосредственно связаны с предприятием народных художественных промыслов, с фабрикой Торжокские золотошвеи, имеющей большую, идущую вглубь веков историю. И эти праздники Торжокские золотошвеи встретили большими достижениями и перспективными планами. Обо всём этом говорили на празднике, организованном в одном из красивейших мест Торжка, на территории парка любви и верности. Площадки парка едва смогли вместить всех работников предприятия и гостей. На главной сцене прозвучало немало добрых слов и пожеланий в адрес Торжокских золотошвеи. Ведь сегодня, как никогда, востребованы изделия предприятия. Которая бережёт традиции предков, развивает древний промысел и знакомится с искусством золотной вышивки Россию и мир в ходе своей большой музейно-выставочной деятельности. Потому что у нас здесь и искусство, здесь и творение, здесь и музейная деятельность, здесь и непосредственно туристическая деятельность. Мы ещё по всей стране открыли магазины. Если бы не вы, мне кажется, наши золотошвейные промыселы так и не знали. Потому что вы храните и делаете нашу историю. Много делаем для того, чтобы наш золотошвейный промысел жил, развивался и процветал. И в этом самая главная заслуга – это ваше. Нашего коллектива, всех представителей, которые здесь есть. Представителей нашего большого дружного коллектива. Покупаем изделия наших, торшовских золотошвей, и паной, косметички, обложки для паспортов. То есть гости всегда довольны с таким подарком. Замечательный коллектив, прекрасные женщины. И творят они просто волшебство. Чтобы рождались в головах какие-то новые узоры, новые золотые произведения. Главное, чтобы искорка была и все. А многолетнее участие золотошвей во всероссийской патриотической культурной экспедиции «Традиции духа» позволяет нашему народу еще прочнее объединиться в единое исторически культурное целое. Ну и какой же праздник без русских народных песен и танцев. Творческий коллектив «Русская песня» городского Дома культуры порадовал гостей своим творчеством. Ими был реставрирован тематический танец, которым уже более полувека. А называется он «Золотое шитье». И символизирует создание чудесных узоров руками торжевских мастериц. И по уже сложившейся традиции в конце мероприятия все гости и работники фабрики встали в русский хоровод. Двигаемся, двигаемся. Двигаемся, двигаемся. Быстрее, быстрее, быстрее. Растянь, не торопись, внешне, в другой стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова